Накормив Иисус, отпускает народ, садится в лодку и пребывает в пределы Магдалинские, говорит, в Писании Мигдаль, это Мария Магдалена, Мигдаль, это область в Галилее, и приступили фарисеи, седукеи, искушали его, спросили показать им знамение с неба. Он сказал им ответ, вечером, говорите, будет ведра, потому что небо красное, поутро сегодня не насти, потому что небо багрово, лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамение времен не знаете, рот лукавый и прелюбодейный, не будет знамений, дастся знамения, кроме знамения ионы пророка. Игра слов, слово небо, это естественно и аллюзия к Царству Небесному, но с другой стороны, она используется как эпитет к имени Всевышнего, Отец Небесный, а с другой стороны, небо, это просто знамения небес, он как бы говорит, вы хотите знамения небес, каких духовных или вот таких. На самом деле, во времена Иисуса, во времена прихода Мессии, к знамениям относились очень серьезно, и знамениям небес, хочу прочитать отрывок, приведет Всевышний на землю известный бедраж, который так и называется, знаки Мессии, то есть знаки его пришествия. «Приведет Всевышний на землю жар великий от солнца с лихорадкой и горячкой, и многие злые болезни, и будет умирать из язычников тысячи тысяч ежедневно, и все злодеи в народе Израиля погибнут, и не изведет Всевышний кровавую росу, которая покажется язычникам водой, и они будут пить ее и умирать, преступники из народа Израиля, отчаявшись дождаться избавления, тоже будут пить ее и умрут. Всевышний низведет росу исцеления, и спьют ее люди обычные, которые не злодеи и не праведники. Исцеляться и рассветет Израиль, и погрузит Всевышний солнце во тьму на 30 дней». В книге «Зор» тоже говорится о знамениях, и одна звезда со стороны востока проглотит 7 звезд, в стороне северной и черный огненный шлейф будет висеть в небесах 60 дней. Они, не важно, так ли это или не так, важно, что они задают ему вполне конкретные вопросы, которые их интересовали. Это не был вопрос с целью его подловить, это фарисеи, они хотят знать знамения, потому что каждый заинтересован в том, что будет завтра. И в этой связи, если он высчитывает Господа Бога, что ему надо делать сегодня. Одним из вещей, которые должны быть, это воскрешение из мертвых. В стремлении видеть небесные знамения, фарисеи упустили самое важное знамение, которое можно ожидать. И это знамение воскресения из мертвых. Мы читаем в Перке Ильезер 33. «Благодаря милостивости будет воскресение из мертвых». Откуда мы знаем об этом? Из истории с пророком Илья, который странствовал по стране. И встретила его вдова Сарепская, мать пророка Ионы, с большим уважением, как написано, и кормилась она, и он, и дом ее много дней. Спустя некоторое время завалил ребенок, как написано, и было после этих событий, завалил сын той женщины. Она же сказала ему, «Ты входил пользоваться мною на ложу моем, вспоминая бедность мою. Теперь же приди и забери все то, что ты мне дал, но верни мне сына моего». Ильягу молился, говоря, «Владыка мира, разве недостаточно всех бед моих, что теперь и эта женщина из скорби по ребенку своему возводит на меня напраслену? Пусть же будет воля твоя, чтобы через этого ребенка народы мира узнали, что есть воскресение из мертвых». И тут вообще очень серьезный вопрос. Обратите внимание, что к нему пришли саддукеи и фарисеи. Фарисеи верили в воскресение из мертвых, саддукеи не верили в воскресение из мертвых. Иисус, я думаю, с улыбкой говорит им лицемеры, но и тем, и другим он дает им понять, что вы пришли со мной разбираться, но вы между собой договориться не можете. Поэтому Иисус здесь полностью на стороне фарисеев. Он говорит, безусловно, есть воскресение из мертвых. Саддукеев это никакой не признак. И он, тем не менее, называет их и тех, и других лицемерами, и родом лукавым, и прелюбодейным. Хотя формально фарисеи должны были сказать, минуточку, у вас как бы нет проблем. Но Иисус обвиняет их в том, даже что теоретически это принимая, они не видят это в том, что делает Иисус. Иисус. Ну и три дня и три ночи мы читаем в Зоор, Векахель, еще одна вещь. Что значит, что был Иона во чреве рыбы три дня и три ночи? Чрево рыбы это чрево Шиола или преисподней. Как написано, из чрева преисподней возопил я. Мы знаем это из книги Ионы. Три дня и три ночи, это три дня и три ночи в могиле, когда лопаются внутренности человека. По прошествии трех дней изливается содержимое кишек на лицо, и говорит, бери ешь, это то, что вкладывал в меня ты. Все дни твои проходили в праздности, когда нищие голодали, об этом говорит Писание, и раскидая помет на лица ваши. И так, когда раздастся этот голос, и сказал Господь рыбе, и извергла она Иона на сушу, все могилы изрыгнут мертвецов на сушу. Почему эти мертвецы названы Рафаим? То есть, призраки. Потому что они, кости их восстают и скрепляются, и обрастают плотью, и так они исцеляются. Это аллюзия на книгу Языкииля, с одной стороны. С другой стороны, что нас волнует, что вопрос воскрешения из мертвых в связи с книгой Ионы, и этим пророчеством, он как бы очень важен. Дело не только, часто говорят, и справедливо говорят, что три дня и три ночи, это срок, который Иисус проводит в это именно то знамение. Отдельно можно говорить о том, почему именно три дня и три ночи. Приправились на другую сторону, ученики забыли взять хлебы. Иисус сказал им, смотрите, берегите закваски фарисейской и саддукейской. И они рассуждали про себя, мы хлебов не взяли. Иисус узнал об этих слов, что вы рассуждаете про себя, маловерные, что нет у вас хлебов. Как говорят, закваски фарисейской и саддукейской, он говорит, не понял, у нас же нету хлеба. Хлеб, закваска. Если мы думаем, что Иисуса сопровождали гении, мы глубоко ошибаемся. Он им говорит совершенно о другом. Игра слов, которая очень красивая здесь, имеет смысл только на еврейском. Закваска это сеор. Сеор по-русски. Сеор. Близко по звучанию, практически слово, которое используется, и которое редко обозначает слово, которое обозначает образ жизни или ментальность. То есть, он им дает хлеб, он говорит, хлеб мы не взяли. В чем дело? Как бы закваска, но в данном случае это учение и ментальность. Потому что слово практически звучит точно так же. Михиль тогда Раби Ишмаэль. Некий перс пришел к Раби и сказал ему, научи меня Тори. И Раби стал учить его, говоря, вот Алиф. Алиф это первая буква еврейского алфавита. Выразил, возразил перс, а кто сказал, что это Алиф? Сказал, вот Бет, вторая буква еврейского алфавита. Возразил перс, а кто сказал, что это Бет? Выгнал его Раби. Пришел он к Шмуэлю и сказал ему, научи меня Тори. Шмуэль стал учить его, говоря, вот Алиф. Возразил перс, а кто сказал, что это Алиф? Сказал, вот Бет. И возразил перс, а кто сказал, что это Бет? Схватил его Шмуэль за ухо. Я вообще считаю, что это иногда очень хорошее учение. И стал тот кричать, ой, мое ухо, мое ухо. Спросил Шмуэль, а с чего ты взял, что это твое ухо? Тот ответил, так все знают, что это мое ухо. Ответил Шмуэль, точно так же все знают, что это Алиф. И это Бет. Если не этот урок Шмуэля, если бы не этот, перс вернулся бы к своему прежнему образу мышления. И тут есть это слово Сеора. То есть то самое, которая закваска, которая Сеора, которая Иисуса. То есть на самом деле, когда они берут хлеб, говорят, закваска фарисейская, сиудокейская, у нас хлеба нету. Причем здесь это на иврите имеет, конечно, смысл. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tv-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok